Другая здесь в центре, но с движением. Тренер Павел Журавлев дворовую команду, состоящую только из одних девушек, сформировал 11 лет назад. До этого приходилось играть в турнире «Лето с футбольным мячом» только с юношами. В этом году впервые за 14 лет был сформирован женский дивизион. И команда «Ирбис» Павла Журавлева стала первым чемпионом этого турнира. Сначала они победили на отборочном этапе в Кировском районе, затем в финале городского. Надеются, что в областном соревновании их тоже ждет удача. Будем бороться на области, чтобы поехать в Казань. Городской турнир «Лето с футбольным мячом» в 14 сезоне бьет рекорды. За награды соревновались более 180 команд. Это почти 3000 участников. Вначале в каждом районе города прошли отборочные соревнования. Финалисты в двух возрастных категориях до 12 и до 14 лет и в двух дивизионах, юноши и девушек, чемпионов определили на мини-стадионе на площади Куйбышева. Соревнования прошли при поддержке городского департамента физкультуры и спорта. Мы не отстаем от мировых тенденций. Мы идем вместе и количество участников девочек тоже растет. Я поздравляю всех победителей с хорошей и красивой игрой. И надеюсь, что они с достоинством будут представлять наш город на областных соревнованиях. Впервые соревнования прошли в 2009 году в железнодорожном районе Самары. Затем приобрели общегородской масштаб. С 2011 областной, с 2019 вышли на всероссийский уровень. Лето с футбольным мячом – массовый любительский турнир. А значит, есть из кого выбрать и пригласить игроков в профессиональный футбол. Для Академии Крыльев и Советов это хорошая площадка для селекции. И пример прошлого года мы двух ребят с области взяли к себе в Академию. Поэтому… Мальчиков. Мальчиков, да. Поэтому это очень хороший турнир. В первую очередь, наверное, популяризация и развитие футбола, спорта, здорового образа жизни. Чемпионы областного этапа лета с футбольным мячом определятся в первой половине августа. В конце лета лучшие команды поедут защищать честь Самарской губернии на всероссийские соревнования. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.